всем привет вот навожу порядок тут выбрасываю старые банки что называется старый материал который я в качестве резерва на всякий пожарный держался называется ну думал мало ли что пока не пересеял решил их не выбрасывать сейчас у меня все материалы заново как говорится пересевы сделал параллельно сейчас я делаю тестовые выгонки на все культуры получилось у меня лесная вешенка я ее не выгонял вот но я ее как бы раньше то высаживал все понятно вот и к 12 у меня странный какой-то пошел в общем поэтому я его сейчас что называется никому не отправляю но кому надо я просто бесплатно положу что называется так вот даром ну вот и что сейчас делаю ребята какой результат получил в принципе это у меня здесь обычная рабочая атмосфера проводится много разных экспериментов параллельно ведь опять на бадейке тут прочим пакеты всякие всевозможные вон те он ребята так что тут так то есть про что поснимать я как и говорил он смотрите на холодильнике есть мы записываем задачи а потом выполнены из перечеркиваем и у нас как бы вот вот так мы решили делать потому что иначе вообще с ума сойти можно вот так вот дело дело не в этом давайте уж как говорится я вам покажу что у меня получилось с моим замечательным суслом квасным ох ребята вам сейчас понравится точно говорю вот смотрите я тут записал у меня почерк корявый так что извините вот девятый раствор это 5 процентное сусло антибиотик левомицетин но и не осветленный то бишь вот этого кота я туда не добавлял вот 10 это у меня сусло осветленное тоже 5 процентов 11 7 процентов сусло и 12 это у меня примерно там три с половиной процентов сусло где-то так приблизительно от 3 до 4 процентов где-то вот так ну и смотрите вот отдельно я делал на меде с медом то конечно все понятно с медом все вообще окей но примерно вот он сейчас 26 числа 18 было заражение в принципе за неделю там вот такая вот травянная медуза выросла ну и в общем то во всех бутылках одинаковый результат потому что я их уже что называется очистил и они у меня уже как бы все одинаково растут для чего я это в принципе делал я уже объяснял не для того чтобы их прям вот куда-то что называется применять а для того чтобы сейчас правильно технологию отработать заново вспомнить как говорится руку набить какие-то коррективы вынести и прочее вот действительно не зря сделал все это сейчас объясню почему смотрите давай с конца начнем вот самая маленькая концентрация до рост есть но в принципе он такой как бы знаете но есть и есть надо посмотреть что с ним будет через неделю тире 2 я думаю это такая концентрация в принципе наверное не годится дальше пришлось вот убраться здесь все расставить то что невозможно стало работать место нет вообще 11 11 это у нас семь процентов но как бы тоже есть там некоторые бутылки в которых очень сильный рост но в общем так это все 10 типа осветленный который 5 процентов но отлично да вот такая вот она классная внизу растет и смотрите как интересно вот и она плавать в толще воды вы представляете себе то есть в концентрацию попала абсолютно абсолютно и попадание точная то есть она не где-то в одном месте сбившиеся она именно по всей бутылке распространяется это черт побери прекрасно потому что потому что потому что это это больше рабочего материала потому что гораздо если бы она допустим все снизу просто мне свалялась куском пусть бы плотным таким красиво но все равно это не рабочий материал а тут абсолютное попадание что называется поэтому так вот а вот смотрите девятый раствор девятый вообще за best просто он практически полностью зарос прям вот ну там сколько два два три сантиметра наверное до верха за неделю представляете и в принципе вот сейчас почти все но на во многих так вот в этой вообще он видите вот вообще до верха зарос практически так что вот такие вот пироги и в общем то осветлять не нужно и так все прекрасно видно давайте какой-то возьмем там еще по-разному есть это просто самый лучший я показал так то они всякие там есть и поменьше чуть-чуть но все равно растет есть у меня предположение что надо технологически несколько концепций поменять вот у нас инкубаторы стоят мы сейчас как придумали делать мы хотим такой хитрый маневр сделать что называется чтобы в небольшом количестве инкубаторов получать большое количество материала каким образом ну допустим поставили мы там несколько дней то есть мы заразили первые три-четыре дня стоит мы видим обрастание все убираем оттуда то есть старт мы дали что называется вот процесс роста начат и все то есть мы дальше убираем куда-то в более-менее теплое помещение даже не сильно теплое потому что в прохладной среде мицелий вверх растет очень ровно и полностью банка зарастает красиво и никаких закисаний и прочее ну и смотрите какая ситуация опять же здесь у меня не пробки какие-то там резиновые через которых воздух не проходит а вот такая фигня типа не ватна марлевая тут уж как бы ее назвать я даже не знаю но очень удачная получилась штука я аж прям вот если честно в восторге потому что и хлорка ее обработал и все и забыл она испарилась и никакая зараза в ней не живет она высыхает естественно то есть а то некоторые мне пишут ты мол давай там ерундой не занимайся мокрые не делай но я их делаю мокрые то я хлоркой пропитываю поэтому там ни одна зараза никак не зайдется вообще при всем даже желании я пропитываю потом так вот рукой отжимаю все и заново ставлю резинку одеваю все то есть как бы минимум телодвижения я не хочу вот эти крышки самоделать там у меня есть конечно пробки эти все ой нет как вспомнишь мотрон становится мозоли на руках и прочее вот в принципе пять процентов нормально получается в оптовке вот это вот дело оно стоит копейки что-то в районе 30 рублей ну и вот считаете за 30 рублей реально получить раствору рабочего больше 10 литров в районе 15 литров точно можно получить вот ну 10 точно за 30 рублей угу нормально так то по идее вот главное сейчас чего нам добиться главное нам добиться ну я не знаю быстроты роста уже больше куда мне так бы устроил если бы она даже за месяц бы зарастал полностью вот меня в это устроило я просто сделаю много и все со сдвигом по времени я в цикл буду попадать потом чего мне тут еще у меня еще автолиза дрожьевой то есть тоже надо его перелить сейчас развить по бутылками застерилизовать но вроде бы он отстоялся и наверное дольше ждать смысла нет особого но я может быть не сегодня потому что сегодня у меня щебадейки там заражать и прочее я все никак не определюсь какие мне грибы для себя выращивать и на продажу потому что что-то блин оказалось все вкусно и так и так просто может быть мои руки моей жены продавать уже как бы в аренду чтобы она жарила кому-нибудь еду или не знаю свой ресторан открывать не знаю все мне что-то нравится все вкусное что самое интересное некоторые ругаются а мне все нравится так вот субъективно я слабых мест не нашел что называется поэтому сейчас дилемма такая вот пришли ко мне культуры я тоже там их раскидал более-менее свои практически пакетики все подправлял вот тут осталось ну как бы немного смотрите какого они вида стали видите вот это вот живое я сейчас любое беру брака практически нет брак у меня был знаете какой вот у меня лесная вешенка была неправильная остальные в принципе вот они все одинаково заросли то есть принципе технология у меня тоже попала нормально вот и по влаге попал концентрация сам это в общем все попал все растет вот а теперь я что что решил делать я тут решил такую как бы хитрость что ли применить но не то что хитрость а вот мысль такова вот смотрите я для чего делал мицелий жидкий из субстратного ну во первых на прочность этот мицелий раствор проверить сколько туда антибиотика и прочее прочее вот ну и потренироваться опять же поспоминать все теперь понятно что у меня раствор и с антибиотиком нормально там в принципе и без антибиотика у меня тоже хороший результат хотя брак есть это потому что сам забыл сам виноват сам дурак что называется и вот а сейчас вот все вот у меня вот есть они все везде вообще одинаково прямо как будто это вот возьмем любую просто так от балды вот видите везде вот они одинаковые медузы даже размер одинаковые прям вот какой-нибудь через одну возьмем вот все они одинаковые вообще то есть везде классно все получилось вот но единственно там всякие меди мне не нравится фигня белковые включения и прочее а в это я думаю все-таки от нее избавлюсь от мути я теперь понимаю что ух блин раствор отличный конечно ужас какой за неделю то это даже очень хорошо это вот спасибо юре который мне про слово сусло вообще рассказал что называется есть такое существует это уж то что как говорится вот это вот подошло это делал случая но это все равно круче чем варить из зерна но за такие деньги за копейки я в общем рад до безумия вот смотрите как я хочу сделать в общем смысл какой берем из плодовых тел грибов делаем жидкими цели на классном растворе потом смотрите еще какая военная хитрость у меня же теперь борьба с картоном но не с картоном а понятно с кем вот и что я буду делать смотрите какой у меня еще штука есть у меня есть лузговой отвар вот эта вот банка да вот и что она делает она делает чудовищно неимоверный поверхностный роз на самом вот этом растворе просто неимоверный она мгновенно зарастает внутрь дальше вглубь не идет это не вот старый я ставил просто ради прикола посмотреть что с ним будет они он тут уже как деревяшки уже он смотрите там чё лучше с какой что поверхностный роз будь здоров в общем ну и вот что я хочу сделать я хочу просто этот картон распылить на него лузговой отвар потом это все дело в микроволновку поставить в баночку в стеклянную и естественно вот этими фильтрами закрыть может быть в два раза больше слоев и несколько раз больше резинок но получится у нас что мгновенная такая перманентная стерилизация и мне сколько надо будет картона к примеру столько я и заготовлю чтобы там огромными количествами не делать смысла как бы особого в этом нет вот а потом я уже беру жидкий мицелий и слегка вот этот влажный картон я укладываю в пакетик который у меня уже там целая ведерко в хлорке купается и капаю жидкий мицелий вот я хочу в принципе на днях этот эксперимент провести потому что но опять же надо отослать вот и в случае успеха то можно будет в письме укладывать их очень много в огромном количестве и отправлять куда угодно хоть в америку замечательную хоть две америке северную и южную вот такие вот пироги я думаю должно получиться главное нам что сделать антибиотика побольше в раствор намешать вот в это вот изначально потом я сейчас хочу выяснить предельно допустимую концентрацию от антибиотика для раствора с мицелий именно ну прям дуром буду сыпать буквально и посмотрю где он помрет у меня там как говорится поделю на 2 и буду его использовать то может быть и на 3 ну то есть такую надо чтобы вообще там было вот и тогда у нас стабильность системы повысится еще вопрос как ph еще стабилизировать но в принципе тут тоже как по особо большого ума не надо можно в принципе вот этот вот отвар туда соды кинуть но в принципе сода она буферность хорошую не даст но это лучше чем с кальциевыми салями возиться и все они же не растворяются нифига вот поэтому такие вот пироги я думаю сейчас я подготовлю вот эти всякие хитрости военные и вам все проект покажу есть предположение что все должно получиться если меня мои какие-то такие вот сейчас познания на данный момент не обманывают то должно все очень даже прокатить так что ребята давайте пишите об этом всем я конечно понимаю что видео получилось всего понемногу но много чего есть меня просто о чем показать очень много огромное количество я уже думаю дай-ка сейчас вот что есть то и покажу так кстати давайте я уж тогда уж и еще покажу здесь вот холодно поэтому вот с этими пакетами которые я уколол фона только-только начал мицели пролезать ой-ой-ой-ой такая-то вся будет долгая история поэтому есть у меня альтернативный вариант опять-таки на все это ладно это уж как говорится потом но очень давно уколол да здесь холодно да вот поэтому оно медленно так было потеплее надо в принципе если сразу в инкубатор сунуть или в помещении где тепло то конечно тогда эти пакетики будут очень быстро расти и единственное мы конечно от минеральной ваты все-таки наверное откажемся хотя она вроде как вся убирается даже и ничего не колется этот советская было конечно зло вообще а здесь она такая и не колючая совершенно но мы подумаем сейчас мы этим вопросом сильно озадачен где техническую вату взять и прочие такие вещи может быть синтепон хотя он конечно дырявый он от бактерий не защитит и от спор тоже не защитит только от мух это может быть не очень а тут тут у нас сильно мокрый субстрат сильно 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 мокрый поэтому там нифига ничего не прорастет это у нас с брака что называется мы случайно у нас почему-то так получилось мы в баке долго в стерилизационном вот этом продержали и он набрал там ой 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 пока что мы еще не сильно понимаю вот у нас сухие получилось мы даже не стали ничем заражать обидно так хорошо сделаны пробочки такие все ну вот конечно это так побаловаться для себя чисто труда слишком на них много уходит но я не люблю когда на бесполезные уходит много труда и сил поэтому это вот наши первые что называется там напарник у меня химичен поэтому сейчас уже прикинули что вот лучше так делать так вот все нормально то есть быстро очень такие блочки делаются единственное вот с измельченной лузгой если их делать они будут очень эффективные тогда прям отлично я там что уже испытывал свое время но там была не стерильная технология и так как бы не понимание того сколько надо влажности вообще в помещении иметь и прочее вот уж со временем сейчас более менее понимаю тогда я как бы это ну знал гораздо меньше скажем так очень меньше значительно вот так что такие ребят пироги все делается потихоньку вот это вот главбокс ребята вот знаете я вот на него смотрю мне он так нравится я вот вот блин вообще все я уже устал честно скажу давайте ребят прощаться ух сейчас еще я в нем буду долго работать отличная вещь короче супер просто да только вот кстати хотел про нее рассказать вот обязательно поднос себе какой-нибудь видите стеклотекстолита советский нашелся поднос прям сюда как раз вписывается в систему в нашу великолепно потому что там у меня хоть и лежит вот этот вот дополнительный материал чтобы целлофан не протел он все равно протрется а так вот на этот поднос поставил он не боится никаких агрессивных сред и все отлично в общем получается ох так еще меня подписчик спрашивал одну вещь интересная давайте расскажу что называется как я избавился в технологии своей полностью от спирта сейчас я вам расскажу потому что говорится раз начал сейчас я только залезу ох не залезу ребят наверное а я из-за страны полез сейчас сейчас это я уже все заработал у меня немного перекур требуется видно сейчас я вам все достану и все покажу потому что тут такая интересная мысль у меня в голове родилась которой я уже пользуюсь и она черт убери прекрасная потому что она дешевая а то что в моем понимании дешевая и рабочая это супер прекрасная вот смотрите что делаю сначала вот этот шприц вот эта у меня набиралка такая да я снимется или жидкий набираю я прям буквально в хлорке купаю вот и там прокачиваю внутрь по полной программе но что делать хлорка же внутри остается правильно а надо как то и от нее избавиться вот и чтобы живая культура не пострадала я прям беру вот так вот набираю вот в эту крышечку закачиваю сюда просто вот эту перекись водорода и все она там шипит нейтрализует хлорку она нейтрализует хлорку потому что об этом написано в википедии кажется даже а может быть и нет ну в общем где то я об этом читал вот она шипит и мы ее оттуда из шприца потом выгоняем и все и у нас получается стерильный инструмент никаких там заморочек что называется не нужно делать все очень просто сейчас конечно я все и тут усовершенствовал вот есть вот такие вот палочки они продаются в магазинах где шарики продают ее просто одеваешь на шприц и все и получается инструмент для забора жидкой мицели с любой глубины с бутылки потому что у меня с бутылкой водочные технологии поэтому я вот так вот сделал так что товарищ подписчик который интересовался вот пожалуйста вот все рассказал наверное больше особо рассказать нечего тут тут вот у меня еще ну ладно это как бы тут ничего интересного но тоже вот без антибиотиков в принципе вполне все растет вот я с вами никогда не попрощаюсь в принципе растет но надежность таких растворов крайне низкая я думаю сейчас я на них буду своего напарника обучать или что нибудь с ними сделаю или выкину вот так вот поэтому потому что там слишком хорошо получилось надеюсь видите вот он растет допустим но он все время на одном месте и вглубь не тонет а там внутри раствор прям он может плавать это же с ума сойти как круто ну все ребят давайте всем удачи а то меня уже наверное уже уже все уже не переваривают некоторые всем пока меня только что осенило здесь получается в этот главбокс у меня для спокойной свободной работы влазит где-то но в районе двадцати четырех вот таких вот ведерок они вроде как семилитровые и что-то меня осенило что в принципе мне блоуэр даже и нафиг не нужен ну вот при таком размере бокса я могу даже не дергаться вообще для нашего маленького дружного хозяйства в принципе хватит вот этого только аппарата что называется быстренько хлорку распылил заразил и все тут на заражение вот этих вот бодеек уходит прям буквально очень маленькое время наверное на каждую уходит секунд тридцать может максимум наверное ну можно быстро делать как бы вопросов нет но я не тороплюсь где-то вот так то есть в принципе вот в таких даже бодейках если делать рабочие мицели производить блин по-моему это очень круто получится я это все попробую рано или поздно мы планировали как сделать вот с двумя дырками что-то нам не очень понравилось с одной большой веселей но с двумя дырками да то другой прикол там можно скотчем залепить прозрачным получить технологическое отверстие здесь допустим заражаем там смотрим мицели зарос все уже тогда ставим грубо говоря или как мицели используем посадочный или еще как то я не знаю вот смотря кому какие как говорится задачи на данный момент важны так можно использовать